Давайте поговорим с вами про асимптотику сортировок. Если я возьму программу для сортировки вставками, которую мы написали, и буду ее запускать на различных массивах, я смогу построить график. Допустим, время в микросекундах в зависимости от количества чисел. У меня что-то там получится. Вполне вероятно, что это количество времени будет расти. Это можно себе представить, даже исходя из теоретических соображений, что больше чисел их дольше сортировать. Мало чисел легче сортировать. С этим измерением есть проблема. Дело в том, что разные компьютеры работают с разной скоростью. И для компьютера с другой тактовой частотой, или если я поковыряюсь в материнской плате и разгоню его, то у меня этот график просто пропорционально подвинется вверх, или наоборот он пропорционально опустится вниз. Если будет медленней, то вверх, и компьютер будет быстрее, то вниз. То есть, когда мы разговариваем о скорости алгоритма, то мы должны не время в микросекундах мерить, а что-то другое. Логично будет считать, что время выполнения пропорционально количеству операций. Давайте тогда считать количество операций. Время пропорционально количеству операций не совсем. Примерно пропорционально. Разные операции разные. Операции, операции розни. Одна выполняется один такт, другая выполняется 10 тактов, вполне возможно. Более того, реальный компьютер нуждается в памяти. Если мы будем сортировать большующее количество чисел, то они хранятся у нас в оперативной памяти. Доступ к ней – это значит по шине данных по материнской плате. Нужно гнать эти числа туда-сюда от процессора и в память. Понимаете, да? Дальше память кэшируется. То есть, там действительно очень много всяких нелинейных и сложных вещей. Особенно будет на больших числах. Но я сейчас буду разговаривать о теоретическом подходе. И я реально буду считать примерно в количестве операций. И сами операции, хотя они бывают разные, я тоже буду их считать примерно. Так, ну давайте попробуем. Значит, что у нас еще затрудняет наш подсчет? Теоретическую оценку скорости вычисления. Существование так называемого наихудшего и наилучшего случая. Даже если я не буду сейчас разговаривать о большом количестве чисел, о том, как это ведет себя на бесконечности. Хотя именно это чаще всего нас интересует. Поэтому и называется этот вопрос именно асимптотика. То есть, как ведет себя скорость алгоритма на бесконечности, когда n становится большим. Но даже для одного и того же n окажется, что у меня скорость выполнения разная. В зависимости от того, как именно расположены эти числа. Какие конкретно числа у меня там в массиве. Представляете? То есть, даже для одного числа, для одной характеристики выбрал, допустим, сортирую 10 чисел. Разная скорость. Давайте рассмотрим вот эти понятия наихудший случай и наилучший. Но наихудший выполняется за максимальное количество операций, возможное при всевозможных входных данных для данной характеристики по асимптотике, для количества чисел, которые я сортирую. Давайте на трех рассмотрим. Когда я сортирую вставками три числа, ну три объекта, неважно. Сколько вставок максимально возможно? Этот и так стоит на своем месте. Я вставляю этого. Это одна перестановка. Надо сказать, что вот эта одна перестановка, да еще и одно сравнение, это получается четыре операции. Перестановка через дополнительную переменную происходит. Поэтому у меня на самом деле это будет четыре операции. Четыре. Дальше вставляется, вот эти двое стоят правильно, вот этого вставляем. Это раз и обмен, да, сравнение и обмен. То есть у меня получилось четыре плюс восемь. Что было бы дальше? У меня бы вставка каждого последующего занимала бы еще на четыре больше операции. Да, понятно, что у нас получается. Ну, я могу на самом деле эту четверку сейчас вынести за скобку и написать вот так. Вот это четыре умножить на один плюс два плюс три плюс и так далее. Ну что, плюс n минус один. То есть последний товарищ, который вставляется, n, ему нужно пройти мимо n минус одного товарища. Ну вот, собственно, эту арифметическую прогрессию надо посчитать. И я узнаю, сколько операций у меня будет в наихудшем случае. Да, это получается четыре умножить на один плюс n минус один. Первый плюс последний член пополам. Да, и умножить на количество членов, которые я тут... Это будет просто n минус один. Ну, единичка уходит. Да, двоечка сокращается. Это вот сюда вот. 100 у нас получается 2n квадрат минус n. 2n квадрат минус 2n. Я вот так вот вынесу за скобочку. Так вот, когда мы говорим о скорости, чаще всего нас интересует асимптотика наихудших случаев. То есть, вот это, вот это. И мы видим, что да, она здесь получается квадратичная. Математики скажут так. Зачем нам писать вот эту двойку? Она ведь все равно почти ничего не значит. Но мы и так обсудили, что компьютера с разной скоростью. То есть, это и так коэффициент пропорциональности. Да и операция, она может разное время занимать. В общем, бессмысленно вот эту двойку, почти бессмысленно заниматься коэффициентом при n квадрате. Ну, неважно, там может быть другая степень в других алгоритмах. В асимптотике сортировки вставками степень вторая. Математик скажет так. Давайте лучше запишем о большое от n квадрат. На математическом анализе вам обязательно расскажут, что такое о большое, что такое о малое. Но если кратко, то это означает, что это некая функция, которая с каким-то константным коэффициентом покрывает сверху все множество ваших этих случаев. То есть, вот для каждого из n у вас есть диапазон возможностей, возможных случаев. И вот она точно, вот эта вот функция, она точно выше. То есть, не хуже, чем n квадрат, но с некоторым коэффициентом. Ясно? Наилучший случай рассматривать бессмысленно. Маловероятно, что он вам попадется. Да, я могу сказать, что этого надо сравнить с этим, одно сравнение. И этого надо сравнить с этим, одно сравнение. И на этом сортировка закончена. Если у меня будет большее количество чисел, то у меня будет что? То плюс и так далее, да, плюс один и так далее, да, плюс один. И сколько их? n минус одна штука. То есть, за n минус одну операцию просто произойдет проверка того, что массив и так отсортирован. Очень быстро. То есть, наихудшие случаи ведут себя линейно. Ну, извините, но не будет же вам кто-то давать массив на сортировку, если он так отсортирован. Реальность, она какая? Но она лежит где-то посередине. Вот, реальные данные находятся примерно тут. Не в наихудшем, не в наилучшем. И интересный момент. Для некоторых алгоритмов, для некоторых алгоритмов, вот эта среднестатистическая асимптотика, по среднестатистическому, по вероятному случаю, она ведет себя иначе, чем вот эта. То есть, может оказаться другая асимптотика. Ну, надо сказать, что в сортировке вставками, по-прежнему квадратичная, в среднем, поэтому там ничего хорошего от этого не возникает. Вот. Надо сказать еще один момент. В школе изучается не более обычно, чем три классические сортировки. Три классические универсальные. Это сортировка вставками, которую я уже рассказал. Это сортировка выбором, максимума или минимума, который ставится там последовательным началом, в конце. И сортировка методом пузырька. Вот. И ее часто очень любят. Вот. По-моему, совершенно незаслуженно. Но неважно. На первом курсе вы пройдете сортировку QuickSort Тони Хоара. Быстрая сортировка. Вот у нее как раз наихудший случай ведет себя как n квадрат, а среднестатистический у быстрой сортировки ведет себя как n, умноженный на логарифм по основанию 2 от n. И это очень круто. Это очень быстро. Почему? Ну, представьте себе, что n равно 1024. Тогда этот логарифм равен всего лишь 10. То есть это будет 10n, где n 1024. Если 2000 элементов, 2048. Ну, реально большая разница. 2000 в квадрате, да, или 2000 это около 20. Получается 20 умножить на 2000. Ну, это более-менее разумно. Это резкое повышение эффективности. Понятно, да, о чем речь? А можно ли сделать сортировку, которая будет еще асимпатически быстрее и эффективнее, чем быстрая сортировка? Ну, надо сказать, что быстрая сортировка, она не одна такая быстрая. Вот таких сортировок уже довольно много. Есть сортировка слиянием. Я ее очень люблю и рекомендую вам Merge Sort узнать. Merge слияние. Еще есть сортировка пирамидальная, сортировка при помощи кучи. Ну, и есть еще всякие прагматические сортировки, которые пытаются вот опередить вот это дело. Например, в питоне есть Team Sort, который тоже имеет в наихудшем случае вот такую асимптотику. Но оказывается, что в некоторых конкретных особых случаях существуют сортировки, которые рвут как тузик грелку и быструю сортировку и всех остальных, которые будут вести себя вот так вот, линейно. ООТН. На самом деле, конечно, тут у линейной сортировки, прошу прощения, у линейной асимптотики, может быть разный коэффициент. То есть, может она оказаться вот такой, а может, конечно, и какой-нибудь вот такой. И еще тут большой вопрос. Если у вас есть известное реальное количество чисел n, то вы можете задуматься, может быть, вам выгоднее воспользоваться квадратичным, чем линейным алгоритмом, если у него высокий коэффициент пропорциональности. Высокие накладные расходы, да, линейные, и получается, что ничего хорошего из этого не выходит. Но я вам расскажу сейчас сортировку. Очень специальную, очень специфическую сортировку подсчетов, которая является линейной по времени. То есть, еще в число прибавляете, ну, она на единичку, условную единичку, увеличивает свое время работы. Понятно? Давайте попробуем написать какие-нибудь конкретные данные для этой сортировки. Смотрите. 3, 5, 2, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 3, 7, 8. В том, что я тут сейчас записал, уже видно, что я собираюсь рассказывать сортировку подсчета. Почему? Потому что все числа, которые я тут написал, десятичные цифры. Дело в том, что чисел бесконечно много, а цифр нет. Цифр, множество цифр, оно очень мало. Оно конечно и мало. То есть, мне нет большой проблемы взять и создать себе 10 счетчиков. 5, 6, 7, 8, 9. Вот они, 10 счетчиков. И в каждом из них я буду просто считать количество чисел. Даже если мне бы потребовалось 10 раз прогнать по этому массиву и посчитать, сколько тут нулей, сколько тут двоек, сколько тут троек, единиц, прошу прощения, двоек, троек и так далее. Даже если бы мне понадобилось делать 10 прогонов, для того, чтобы узнать, сколько раз каждая цифра встречается, проблемы нет. Еще раз. Из-за того, что сам диапазон сортируемых значений, то есть, вот эти иксы, они принадлежат некоторому надмножеству, множеству икс возможных состояний. У этого множества икс есть мощность. Если мощность этого множества икс мала, кардинальное число, мало, и я могу создать соответствующее количество счетчиков, переменных счетчиков, то я всю информацию об этих числах, всю информацию об этих числах могу вместить в массив из счетчиков. Но у меня в данном случае массив из 10 счетчиков. Но это очень-очень здорово. Более того, мне не понадобится 10 раз бегать по этому массиву. Я могу просто говорить, о, я вижу троечку. Ну так, давайте троечки и галочку поставим. Я буду пальцем так. И вижу пятерочку. Так, пятерочки и галочку поставим. Двоечку. Двоечки плюс один. Семерочку. Семерочки плюс один. Шестерка. Шестерки плюс один. Четверки. Четверка плюс один. Тройка. А, тройка еще. Двойка. Единица. Нолик попался. Шестерка. Тройка. Семерка. Восьмерка. Девятка не попалась ни разу. У нее должно остаться ноль. Счетчики, естественно, нужно вначале занулить в ноль. А потом я беру и, исходя из вот этого массива счетчиков, я выплевываю их по порядку. Хотите числа по возрастанию? Пожалуйста. Для этого надо написать один ноль. Я сейчас вот над, ну под ними все-таки напишу. Ноль. Один ноль. Одну единицу. Две двойки. Три тройки. Одну четверку. Одну пятерку. Две шестерки. Две семерки. Одну восьмерку. Девяток ноль. Все. Я выплюнул массив в отсортированном виде. Самое забавное то, в сортировке подсчетом, что она не только линейная по времени, но она еще и однопроходная. То есть, она не требует запоминания всех исходных чисел в пропорциональный массив. У нее по памяти, ну можно в принципе строить асимптотику по памяти для алгоритма. Сколько он требует дополнительной памяти, чтобы выполниться? В зависимости от параметра размера задачи. Так вот, у нее константная память. Вот это вообще классно. Давайте реализуем сортировку подсчетом на компьютере. Я сейчас оставлю только функцию распечатки. Как всегда, я подключаю стадебул и ИСА646, чтобы работать с логикой попроще. Значит, и первое, что мне нужно будет сделать, это создать массив счетчиков. Логично, да? Инт каунтерс. Этих счетчиков мне понадобится 10, поскольку я буду сортировать исключительно цифры. Я его инициализирую нулями. Я уже показывал, что можно это сделать просто вот так. Затем, я сейчас запущу цикл считывания. Пока у меня true, пока всегда, я буду считывать поток чисел и обрабатывать. Значит, мне понадобится для считывания переменная x. Ну и еще мне нужно будет... Что еще? Количество n? Нет, оно мне не понадобится. Просто переменная x и все. Давайте ее заведем повыше вот здесь. Итак, вот у меня считывание произошло. Теперь я сделаю следующим образом. Я должен отсеять и удостовериться, что это цифра. И еще мне нужен терминатор. Поскольку я хочу цифры, включая 0, то терминатором я сделаю десятку. Можно минус 1 поставить. Но точно не 0. Давайте поставим десятку. Если x 10, в этом случае прерываем считывание. Ну и еще. Если это число не цифра, я могу, конечно, возмутиться и ругаться об этом, но я сейчас просто буду ее скипать, пропускать. Если у меня x меньше 0, или если x больше 9, ну, десятка ранее рассмотрена, поэтому я тут просто пишу больше 9, можно больше 10 написать, не играет роли, но я хочу, чтобы именно для цифр было. То в этом случае я говорю continue. Между прочим, как раз адекватный пример continue. Затем мне требуется обрабатывать эту цифру. Обработка означает очень простую вещь. Мне нужно соответствующий каунтер, x-тый, увеличить на единичку. Все. Вот он весь частотный анализ. Забыл сказать. Первая часть сортировки подсчетом называется частотный анализ. В принципе, в этот момент я могу распечатать эти частоты. Print array, туда a. А у меня цифра всегда 10, поэтому 10. Так, ну что же, давайте посмотрим, как работает частотный анализ. Я... А так, прошу прощения, не a, а counters. Давайте... Что еще? Точка с запятой волнует. Какой молодец компилятор. Спасибо ему большое. Давайте посмотрим, для каких-нибудь... Одна единица, два-два, три-три-три-три, четыре-четыре-четыре, давайте четыре еще одного. Все. Хватит. Ну и десятка в качестве терминатора. Я вижу, что у меня ноль нулей, одна единица, две двойки, три тройки, четыре четверки, пятерок ноль, шестерок ноль, семерок ноль, восьмерок ноль, девяток ноль. Это частоты. Но меня-то на самом деле интересовать будут не чистоты. Мне нужно выплюнуть сами числа. А числа у меня сейчас вообще не хранятся. Они просто являются индексами. Поэтому я вместо этой распечатки начну цикл, в котором я буду перебирать всевозможные иксы, всевозможные цифры, которые сортировались, собственно. Начинаем от нуля. Почему я здесь не пишу int x равно нулю? А я его поднял вообще выше. У меня переменная x уже есть. Мне достаточно ее не создавать, а просто инициализировать. Так, что я дальше делаю? x меньше десяти. Ну, цифр больше десяти у меня не предусмотрено. Сейчас в десятичной работаю. И я перебираю их от нуля к девятке. И для каждой соответствующей цифры я запускаю перебор, начиная от нуля и не больше, чем counter x-той штук. Counters x-той. То есть это просто счетчик, который отсчитает мне количество итераций, равное x-тому счетчику. И что мне нужно распечатывать? Очевидно, x, а не i. На этом, собственно, почти все. Ну, давайте, единственное, что сделаем с некоторым промежутком эту распечатку этих чисел. 3D с пробельчиком дополнительным. Ну и на этом, собственно, вторая часть сортировки подсчетом завершена. Можно запустить и посмотреть на какой-нибудь конкретный случай. Ну, например, давайте одна единица, две, дву... А, нет, так будет неинтересно. Давайте 5, 4, 5, 4, 5, 4, 2, 3, 0, 9, 5, 6, 2, 4, 5, 1. Ну и можно это дело запускать. Ой, 10 забыл навести терминатор. Ну, вот у меня этот массив в отсортированном виде. Можно проверить. Здесь ровно одна девятка, ровно 1, 0, 2 единички. Ну, в общем, сравнивайтесь. Чем хороша сортировка подсчетом? Асимптотикой. Чем плоха сортировка подсчетом? Она неприменима в большинстве случаев. Когда мы сортируем вещественные числа, когда мы сортируем числа в диапазоне от 1 до 1 миллиона. Ну, вы же не будете создавать миллион счетчиков, правда? Ну вот, тем не менее, такие сортировки существуют. Урок номер 3 заканчивается. Делайте самостоятельную работу и переходите к следующему четвертому уроку.